Всем привет дорогие друзья! Мы с вами на YouTube канале про жизнь таксиста и сегодня ролик будет бомбический! Меня зовут Денис, это Эдуард Николаевич и сначала небольшая информация о нашем парке. В работе таксиста самое главное иметь надежный автомобиль и в парке 495 такие имеются. Машины переобуты в зимнюю резину, в новую зимнюю резину и ненадежно будут стоять на зимней дороге Москвы. Резина новая с шипами, автомобили новые. Буквально на днях будет уже лицензия. Приходите берите. Машина уже оборудована. О, слушай, ну она отличается от нашей сильно. Да? Смотри, здесь большой этот как его. Запах. Эдик, смотри, здесь экран больше, да, чем у нас. Это вот прям нульцевые полы. Ну да. Говорят оптика, говорят оптика еще у них. Ну да, оптика у них вообще забавна. И вот такой вот, и вот такой богатый автомобиль. Пойдем на ту, где-то много. Как можно такой богатый автомобиль отдавать в эконом класс? Это просто. Просто. Смотри, какая бомбическая. Морда. Старый кузов и новый. 474, 471, 473. Все номера в ряд. Ну и наша старушка. Сейчас поработаем побольше. Новенькую машину дадут. В парке появились новые автомобили, которые уже ждут вас, нас. Мы пока на старом, но скоро пересядем тоже на новый автомобиль, как только будет лицензия. Разрешение на таксомоторную деятельность у совершенно новых пола без пробега. А теперь, собственно, о самой теме выпуска. В сети распространилось видео, в чатах о такси, которое я просто не могу вам не показать. Смотрите, какая красота. Друг! Тебя фоткает, блядь? Тебя этот, долбоев, фоткает. Вот это? Да. Что? Смотрите, вот этот человек здесь. Пойдем, я сейчас наряд в милицию вызову. Вызови. Кто тебя фоткает? Где у тебя хотя бы этот жилет? Кто фоткает? Какой жилет? Хотя бы жилет. Зачем ты фоткаешь? Какой жилет? Ты не фоткал его? Как говорится в данном случае, на вору и шапка горит. Не фоткал его. Не фоткал. Кто фоткал? Я его маму ебал. Идет? Давай, 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 давай твой телефон посмотрим. Чей телефон? Твой телефон посмотрим. И кто такой, чтобы мой телефон смотреть? Фотки посмотрим давай. И кто такой, чтобы мой телефон смотреть? Вот, блядь, смотрите его вот беговой проезд, дом 5, комплекс 3. Вот этот долбел всех таксистов. Твоё, сам ты, при исполнении я, смотри. Где твоя форма при исполнении? Я тебе удостоверение показываю сейчас. Хотя бы ты должен быть в жилете, ты понимаешь? Хотя бы должен быть в жилете. Я не должен. Да, удостоверение товарищ достал, но не открыл. А может и нет никакого удостоверения? Не должен. Я никому ничего не должен, не должен. Да, что, блядь, там плачешь, да? А тут лёд. Да, блядь. Что, блядь? Смотри. Башка седая, блядь, сука, мышью работаешь. Мы, сука, сам. Не мышь, крыса он, блядь, настоящий. Крыса он, блядь. Сейчас ты мне вот смотришь эту машину, твою тоже сейчас. О, он говорит ещё, не фоткает, блядь. Смотри, он говорит ещё, ничего, не фоткает, блядь. Гондон, блядь, сейчас. Ну вот и открылось истинное лицо, чем этот товарищ занимается. Он фотографирует автомобили, чаще всего автомобили такси, как я понимаю. И его раскрыли, обнаружили. Запоминайте, пользуйтесь, распространяйте коллегам. Поделитесь этим фейсом с друзьями. Мы же все с вами должны знать этих товарищей. Вот, запомните, вот это лицо, блядь, что все таксисты его знали. Вот, блядь, он здесь стоит, всех фоткает, пиздер, блядь. Да, блядь, фоткай, фоткай. Вот, блядь, вот этот, долбоёб, блядь, всех таксистов фоткает, блядь. Все таксисты должны знать его в лицо, блядь. Пидрила, блядь. Ой, блядь, как ты меня напугал, блядь. Смотрите его лицо, блядь. Что вы говорите? Что вы говорите? К слову говоря, подобных людей, которые фиксируют нарушения, в последнее время появляется очень много. То есть люди жрут друг друга фактически везде. На автомобилях, в Москве во всяком случае, пешком. И куча диких каких-то приложений, в которых они якобы фиксируют нарушения. Фактически-то нарушений может никаких и не быть. И люди эти не являются, как таковыми, блюстителями закона или помощниками Москвы. Фиксируй, фиксируй, блядь. Только фиксируем, блядь. Посмотрите, что поражает. Поражает то, что в данном случае этот человек, он неплохо знаком со сферой такси. То есть, если вы обратите внимание, он наклоняется и фотографирует панель приборную с данными у автора видео. И ищет фирмы, в которой автор видео работает. Как я хочу, так и буду общаться, блядь. Найди, блядь, найди. Найдет он меня, блядь. Обязательно, блядь. Найди, найди, блядь. Ставлю его перевозчиком и посмотри. Найди, найди, блядь. Сейчас устанавливаем, кто у тебя агрегатор. Вот у меня агрегатор. Кто агрегатор? Яндекс.Такси, блядь. Я скажу, сейчас такая компания у тебя. Сейчас я пью. Таксопарк, смайл, можешь там, блядь, не искать. Я тебе сразу все скажу. Долбой. Что хочется добавить? Хочется добавить, что, во-первых, высказать гигантскую благодарность автору данного видеосюжета. Он не побоялся и заснял нам нарушителя. Да, именно этот товарищ, который представляется сотрудником непонятного ведомства, предоставляет какое-то липовое удостоверение. Именно он, на мой взгляд, является тем человеком, который приступает закон. И именно с такими людьми должна бороться система в России, на мой взгляд. Потому что чем меньше будет таких людей, тем легче всем нам будет жить и дышать. Но пока система на стороне подобных людей, это ведет к краху любого общества. Это неизменно. Это неизменно. Москва придет в тупик. Вот с такими вот товарищами. Автору огромная благодарность. И хочется сказать всем вам, всем нам. Друзья, объединяйтесь. Не стесняйтесь снимать нарушителей, которые по подложным документам, представляясь некими сотрудниками, пытаются взять ваше. Ну, в данном случае, это заработанные деньги человека, заработанные деньги таксиста, который остановился для посадки, высадки пассажира. И к нему где-то сзади, скрывая свое лицо под капюшоном, подкралось такое вот нечто. Сфотографировало номера и убежало. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому фотографируйте и выкладывайте как можно больше таких людей в сеть. Пусть этого человека увидят соседи, знакомые, друзья. Поделитесь этим видео. Поделитесь фотографией этого товарища. Мы должны их знать в лицо, по-другому никак. Вам всем добра, удачной пятничной смены и хороших заработков. И берегитесь бандитов на дороге. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин